Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Я вас приветствую в новой рубрике. Называется она «Век живи, век учись». И в прошлой первой части я рассказал о том, что такое отёки, какие они бывают, каковы три главные причины отёков. Помимо этого, я дал важные ссылки вам. Сейчас у нас тема «Отёки на лице». Давайте разберёмся. Тема может касаться огромного количества людей. Знайте, что это тоже нарушение венозного тока, как мы говорили в прошлый раз. Помните о чём. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Ведь это проблема венозного тока из полости черепа через ерённые вены. Каков механизм образования отёков? Отёчность всегда формируется из-за излишнего перехода жидкости, воды, то есть из сосудов крови в межклеточное пространство. При малейшем уменьшении объёма циркулируемой крови по сосудам специальные барорецепторы, которые находятся в стенках сосуда, посылают сигнал почкам, которые задерживают натрий, что приводит к повышению осмотического давления в рыхлых, богатых подкожно-жировой клетчаткой тканях лица, шеи и век. Но причина может быть совершенно и другая, об этом чуть ниже мы будем говорить. Отёчность проявляется особенно заметно по утрам из-за изменения биохимических процессов в организме, вследствие венозного застоя, часто из-за, кстати, положения головы во время сна, при которых пережимаются кровеносные сосуды, особенно вены. Но есть и провоцирующие факторы. Среди них есть такие, как, например, излишняя переутомляемость, работа в ночное время, повышенная усталость, напряжённость, потом употребление алкоголя, кто его употребляет, употребление излишнего количества соли, особенно поваренный натрий-хлор, ну и косметических процедур и иные причины. Если отбросить некоторые патологии, то проблема отёков на лице будет в основном в том, что я расскажу чуть дальше, самое главное. Ну а сейчас какие могут быть проблемы, помимо основной, болезни почек, например, которые ещё не явные, но если мочеиспускание нарушается, боли в пояснице присутствуют, слабость, опухшие веки по утрам, то нужно проверить почки от анализов мочи до УЗИ. Если есть высокое артериальное давление, то при нём травмируются ткани почек и снижаются функциональные возможности почек, оттуда и отёки могут быть. Потом болезни печени, которые возникают из-за нарушения синтеза белка клетками печени, гепатоцитами. Посмотрите мою лекцию. Ведь эти проблемы могут проявляться почечные, с рвотой, тошнотой, кожа может быть желтоватой, может быть кожный зуд, такое возможно. При гипотериозе могут быть такие проявления, то есть недостаточная работа щитовидной железы, когда лицо постоянно текает, но после надавливания на припухлости, что характерно, не остаётся и следа, то есть ямок. При этом кожа, кстати, может быть сухая, бледная и холодная. Также причинами могут быть аллергии на косметику, пыльцу. Бывают также инфекционные реакции из-за синусита, конъективита. Это тоже надо учесть и иметь в виду. Бывают причинами и онкологические, и доброкачественные опухоли, либо послеоперационные последствия с характерными, такими подобными лимфатическими отёками. Потом, дефицит группы В витаминов тоже может быть причиной. Обязательно посмотрите мою лекцию про витамин В12, ну а остальные В можно из зелени, овощей всегда получить. Далее, поражение нервных стволов на лице может приводить к расстройству лимфотока. Как раз, кстати, это бывает, когда есть какие-то инъекции, вот эти хирургические вмешательства, часто из-за этого бывают. Далее, химическая интоксикация лекарствами, укусы насекомых и другие причины могут быть, но это перманентные, а вот системные отёки, постоянные, хронические, нужно обязательно изучать и лечить. Кстати, а вы знаете, что может связывать вот такие симптомы, которые я сейчас назову? Смотрите, головные боли, симптомы как раз повышенного внутричерепного давления, кривошея, изжога, попёрхивания, срыгивания, слюноотделения, аритмии и даже частые бронхиты. Что вообще связывать может эти симптомы? Конечно, разные могут быть заваливания при этих симптомах, да, но может быть и так, что все эти указанные симптомы есть следствие одной главной проблемы. Они как раз укладываются в нарушение функций трёх нервов и двух кровеносных сосудов, которые проходят через вот это уникальное анатомическое образование в черепе, которое называется ерёмное отверстие. Итак, дорогие друзья, между затылочными и височными костями есть костное отверстие, оно называется ерёмное отверстие. Через ерёмное отверстие выходит из черепа внутренняя ерёмная вена, также языкоглоточный, блуждающий и добавочные нервы. Входит в череп задняя менингиальная оболочечная артерия, она несёт уже насыщенную кислородом кровь, да, к головному мозгу. К ерёмному отверстию изнутри черепа подходят два важных венозных образования твёрдой мозговой оболочки. Это сигмовинный синус и нижний каменистый синус. Вот они как раз собирают всю кровь из черепа, чтобы передать её дальше по трубе как раз во внутреннюю ерёмную вену, как раз ту самую, которая может быть зажата, из-за которого, зажатие вот этого, и возникают отёки на лице, а также повышенное внутричерепное давление, плюс те факторы и возможные проблемы, которых я описал выше. Основной венозный отток из черепа, а это не менее 95% всей крови, осуществляется через внутреннюю ерёмную вену. Так вот, а подвижность затылочной кости и шва с височной костью, да, вот этого шва между ними, есть как раз важное условие для нормального оттока крови из головы. Но иногда возникают проблемы, когда эта же подвижность и приводит к заужению пространства ерёмного отверстия. Об этом чуть дальше. Существует остеопатическая коррекция затылочной кости и её швов, и это улучшает, восстанавливает нормальный отток крови из головы и снижает внутричерепное давление, а также убирает отёки, и то и другое является следствием пережатия ерёмной вены. Хорошие остеопаты разрабатывают методики о неизвестной коррекции как раз швов. Но как всё это происходит, я вам сейчас объясню. И дам простой метод вам, чтобы вы сами смогли делать это упражнение и убрать это пережатие. Ещё раз, при уменьшении диаметра ерёмного отверстия, при передавливании этого отверстия, отток крови как раз и нарушается, уменьшается. Почему? Как и чем это отверстие может вообще передавливаться? Вы спросите, это будет резонный вопрос, а я вам отвечаю. Именно из-за особого строения костей черепа, так как височные кости подвижны, и когда они синхронно поворачиваются, наклоняясь вперёд под воздействием мышц височных, то они как раз и перекрывают отверстия ерёмной вены в той или иной степени. Таким образом и нарушается отток венозной крови, который приводит к отёкам из-за возникающего избыточного давления артериального крови. А артерии что делают? Сердце качает по артериям, кровь под давлением устремляется во все части организма, в том числе в головной мозг. А если на выходе, а вены как раз выносят уже кровь обратно, да, к сердцу, соответственно, так вот если они зажаты, то давление повышается, создаётся избыточное давление со всеми возникающими последствиями. Так вот, вот это заужение просвета ерёмного отверстия происходит из-за напряжения височных и жевательных мышц, вследствие постоянных или периодически сильных напряжений этих мышц. В основном это происходит из-за стрессов, когда мы стискиваем зубы, создаём спазмы как бы себе, а не из-за жевания пищи, как это мы можем вообразить себе, нет. Из-за жевания пищи такое тоже может случиться, но на то и существует гибкая мышечная система, чтобы такого не допускать при стабильном и спокойном потреблении пищи. А вот из-за стрессов происходит передний наклонный поворот вот этих височных костей, сужающих ерёмные отверстия. Но эти височные кости могут и не вернуться в исходное положение, в которое они должны вернуться при нормальной работе мышц, а могут удерживаться вот этими спазмированными мышцами в состоянии, когда они частично передавливают ерёмные вены. То есть, если мышцы находятся в спазмировании долго, то они начинают постоянно удерживать кости височные в таком состоянии, в котором пережимают вены. Именно так и происходят хронические венозные застои, дорогие друзья. Действительно, жевание пищи, надо сказать, должно быть обязательно в спокойном состоянии, а не в стрессовом состоянии. Иначе жевание может сопровождаться с избыточным сжатием мышц спазмирующего характера. И постепенно вырабатывается безусловный рефлекс на спазм мышц при еде и постоянное неконтролируемое их такое напряжение, понимаете? Теперь, необходимо расслабить височные мышцы и убрать наклонный поворот высочных костей, перекрывающих зажатое ерёмное отверстие. Но вот как это сделать? Вот сообщаю вам способ. Внимание! Это упражнение такое. При оттягивании нижней челюсти вниз, в расслабленном состоянии, конечно же, мышц челюсти и всего лица, расслабляются височные мышцы и височные кости поднимаются, открывая пережатое раннее отверстие. Таким образом, вены более не пережимаются и кровоток восстанавливается от ток венозной крови, а значит давление снижается и отёчность проходит. Вот как это происходит. Но если это не делать, то и не пройдёт никогда, что бы ты ни делал, ни ел и так далее. Так вот, надо взять чистыми руками, ну естественно, да? Можно двумя пальцами каждой руки, то есть всего выйдет четырьмя пальцами обеих рук за нижние зубы, за зубы нижней челюсти и аккуратно оттягивать нижнюю, понятно, челюсть вниз, как бы повиснуть руками, весом своих рук на нижней челюсти, естественно, без излишнего азарта, это понятно. При этом не должно быть сопротивления челюсти и мышц лица, понимаете? Только надо не лениться, а заниматься таким образом по 2-3 минуты. То есть 2-3 минуты повисели вот так вот, как бы руками челюсти оттянули 3-6 раз в день, хотя бы по 2-3 минуты 2-3 раза в день и при полном расслаблении мышц, это очень важные условия, ещё раз подчеркну, иначе спазм не убрать. Вот, или, конечно, можно обратиться к хорошему остеопату, который понимает эту проблему и умеет снимать этот спазм и чтобы убрать венозные пережатия. Помните, точно так же, точно теми же методами вы снизите внутричерепное давление по понятным теперь уже вам причинам. Напоследок, что я хочу сказать. Перечислить некоторые важные меры против отёков и вообще разные советы для здоровья ценные, но связанные в первую очередь с нашей темой, хотя и в целом по здоровью организма. Итак, разумеется, нельзя есть на ночь, нельзя много пить на ночь, есть солёного, сладкого, острого. Желательно проводить систематическое очищение организма, хотя бы пройти один курс, тем более если у вас имеется, например, излишний вес, есть проблемы со здоровьем, обязательно. Помните, что очищение – это что такое? Это помощь нашему организму и тканям. Оно начинается от межклеточного пространства, внутриклеточная – это другая тема, и доходит до очищения целых органов и систем. Самое простое мероприятие – это мероприятие, при котором осуществляется вывод токсичной воды из стенок кишечника в просвет кишечника с применением магнезии, как я рассказываю в лекции своей «Пищеварение, очищение». Обязательно её посмотрите. Обязательно сезонные антипаразитарные программы, и очень было бы хорошо использовать для оздоровления лечебное голодание на воде и соках, но только после прохождения комплексной антипаразитарной программы. Я это объясняю, почему во многих своих лекциях. Теперь бег утром, особенно после стакана или более до литра, кому как можно начать с малого и больше, грейпфрутового сока или лимонного, но разведённого пополам с водой. Тогда при сильном беге разгоняется лимфатическая система. А грейпфрутовый сок – очищающий лимфодренажное средство. Ещё можно, как вариант, корень солодки заваривать и пить. Тогда лимфа тоже лучше движется. И вот бег провоцирует. Токсичный пот будет выходить. Прямо не такой, как вчера ещё. Можете эксперимент даже провести так, а потом вот так день-два побегать и увидеть разницу в поте вчерашнем, и вот то, что после грейпфрутового сока либо корня солодки. Так вот, будет выходить токсичный пот, потому что кожа тоже является выделительной системой. А потом душ, понятно. Потом. Мышцы не должны находиться в спазмах. Должны быть эластичными, гибкими. Поэтому нужны комплексные упражнения на разные группы мышц. Но об этом я буду рассказывать в следующих своих видео в этой рубрике. И содовые ванны очень хороши. Питание. Не допускайте закисления организма, закисления крови. Это приведёт к множеству проблем. А вот что такое кровь? Какой она может быть по агрегатному состоянию? Подробно я рассказываю всё это в своей лекции «Кровеносные кроветворные системы». Обязательно смотрите эту лекцию. Дорогие друзья, убрать отёки с лица вообще помогают ещё и продукты питания специфические, которые регулируют водно-солевой обмен. Это чёрная смородина, черника, голубика, лесная особенно. Малина, земляника, клубника, это и арбузы, тыква, капуста, огурцы, клюква, брусника. Брусничная вода особенно очень полезная, про которую я во многих видео своих говорю. Так вот, постоянное, ежедневное употребление этих продуктов естественно в живом, свежем виде как раз повлияют на обмен жидкости и решат проблему с почками, а также с как раз обменом воды в организм. Ешьте больше зелени, живых овощей, они защелачивают, понимаете? А закисляющие продукты, чтобы вы знали, если вы не в курсе, не в теме, это животные белки, это варёная и жареная любая пища. Эта пища окисляет организм, закисляет его, конечно, и стрессы. Но пища в первую очередь, потому что постоянно человек это ест, если он это ест, то вот это круглые сутки фактически организм закислен, а яды, токсины при этом остаются и в полной мере не выводятся из организма. Дальше. Содой рекомендую полоскать полость рта, ведь будет, смотрите, и ощелачивание через густую кровеносную сеть под языком, да, когда языком взбиваешь как бы вот так вот воду. Во-первых. Во-вторых, для зубов полезно. Многие бактерии не переносят щелочную среду, вот бактерии полости рта. Поэтому содовые полоскания и содовые ванны, о которых я потом в другой передаче расскажу подробно, потому что там много есть непониманий, ошибок, они снимают мышечные спазмы, вызванные в том числе накоплением в мышцах токсинов и солей. Полоскать рот содой можно, кстати, после полоскания полости рта утром подсолнечным маслом, который я рекомендую. В некоторых видео я подробно рассказывал, что и зачем. Это очень полезная процедура по очищению лимфы, кстати. Ну а содой можно полоскать рот вот после и вечером еще. Это будет вообще идеально. При серьезных болезнях, там раки, не дай бог у кого и прочих, очень помогает внутривенное введение 4-процентного раствора соды. Это даже в реанимации применяется при многих заболеваниях, которые сопровождаются ацидозом, то есть общим закислением организма. Для профилактики инсультов, инфарктов, чтобы не случилось, если видит врач-реаниматолог, что вот может произойти в любой момент. То есть для спасения жизни человека. Это самый, кстати, быстрый способ защелачивания организма. Расщелачивание, скажем так. Потому что у нас все среды организма в норме, в константе своей. Щелочные. Кровь, спинномозговая жидкость, лимфа, слюна. Они все щелочной природы. Щелочного PH, да? Кстати, да. В больничных аптеках, учтите, можно купить эти растворы четырехпроцентные, готовые, а не в простых аптеках. Там этого нет. Потому что готовят это сами для реанимации. Ну и вот в больничных аптеках это можно приобрести. Или самим делать. Но это отдельная тема. Могу рассказать так. Теперь. Медленный, но верный способ защелачить организм это изменение питания с животного и вареного на веганское и преимущественно хотя бы сырое, живое, то есть с большим количеством овощных соков, зеленых коктейлей. Читайте, я вам советую книги Нормана Окера о соколечении. Правильная вода должна быть. Достаточное количество воды по количеству и по физико-химическим свойствам воды. Вот это жизненно важные условия крепкого здоровья и любого лечения. Водородная вода. Учтите, что это такое. С отрицательным ОВП. Все это смотрите в моих лекциях по воде и по приборам, которые меняют физико-химические свойства воды. Под данным роликом тоже будут ссылки, которые я обязательно рекомендую вам посмотреть. Потом. Жировая ткань. Надо помнить, что это такое. Это склад токсинов в организме. Иногда человек не может просто похудеть. А почему не может? На то есть ограниченное количество факторов, которые я подробно рассказываю, досконально, абсолютно четко в своей лекции по ожирению и причинам лишнего веса. Смотрите обязательно эту лекцию. Дорогие друзья, я вам дам сейчас несколько советов по компрессам и примочкам для быстрого скорого уменьшения отечности. Это не решает глобально проблему, но сейчас в данный момент уберет. Во-первых, это контрастные ванночки с горячей и холодной водой. Надо просто окунуть салфетку в горячую воду, насколько возможно горячую держать, да, на коже без проблем. И приложить к отеку, например, мешки под глазами на 2 минуты. Затем тоже самое надо проделать с холодной водой. Повторять так 10-12 циклов, но вместо холодной воды можно и даже лучше обернуть тканью кубики льда и прикладывать их на эти же места, делая легкие массирующие движения. А еще лучше использовать замороженный до льда настой из цветов календулы или ромашки. Надо просто заморозить и протирать ими эти места. Но на одном месте долго нельзя останавливаться, если это лед, поскольку могут повредиться места с тонкой кожей, видимыми сосудами. То есть, это все-таки лучше не делать. Поэтому движение. Есть еще эффективные меры, которые я сейчас вам скажу. Ну, во-первых, свежую капусту можно измельчить в кашицу, добавить к ней чайную ложку меда, делать маску и держать ее примерно 8-10 минут. Потом можно соединить вместе столовую ложку примерно, да, столовую квашеной капусты и сырого тертого картофеля. Добавить белой глины до такой консистенции сметаны, растолочь в ступке либо в блендере и накладывать буквально на 5 минут. Потом смывать. Еще один рецепт. Какой-то из них точно вам поможет. Можно соединить, совместить столовую ложку подсолнечного масла и 2-3 капли можжевелового масла. Еще один рецепт. Это измельченный сырой картофель, который раскладывается на салфетки и прикладывается к лицу, к этим местам опухлостям на 2 минуты. Эти меры вам могут пригодиться и помочь. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я заканчиваю рассказ. Как вам мои, собственно, вот эти советы, насколько вы видите интересным и важным продолжение данной рубрики. Пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх, то есть лайки. Подписывайтесь на мой канал в ютубе, кто не подписался. Нажмите колокольчик обязательно при подписке, чтобы вы получали уведомления о выходе моих новых видео. Ну а также заходите на мои сайты юфролов.блог и на сайт надгар.ру по продуктам. Подпишитесь там на рассылочки, там есть внизу такое поле «Подписаться», адрес вводите и подписаться. И вам будут приходить уведомления о новых технологиях, каких-то приборах и так далее. Что ж, дорогие друзья, крепкого вам здоровья, здравомыслия и до новых встреч. Всего хорошего!